Здравствуйте дорогие друзья, вышла третья бета iOS 11 для разработчиков. Апдейт имеет достаточные изменений, в которые можно и нужно углубиться, дабы потом новым юзерам, которые решили потестить систему не было мучительно больно и они не кричали что iOS 11 уже не та, а в Apple сидят одни, ну вы меня поняли. В общем усаживайтесь поудобнее, ведь это пожалуй самый подробный обзор свежего апдейта во всем русскоязычном ютуб, впрочем как всегда. Размер апдейта составил почти 400 мегабайт, а при обновлении освободилось около 200 метров. Чтобы не тянуть скажу сразу, прошивка еще очень и очень глючная, постоянные баги, артефакты, сбои в интерфейсе и прочие досадные вещи могут поджидать абсолютно в любом месте. В третьей бете где-то что-то допилили в плане анимации и скорости работы, но в некоторых местах стало еще хуже, так что обновляться я до сих пор не рекомендую. Батарейка в третьей бете дольше держать не стала, заряд утекает все еще достаточно быстро, даже десятка в этом плане была несколько лучше. Так что добро пожаловать в отдельно снятое видео, которое уже давно висит на канале. Там я рассказал несколько действенных секретов по тому как сэкономить заряд батарейки. А теперь давайте перейдем к самому интересному в видимых изменениях, которые вы все так долго ждете. В iOS 11 вернули классический центр уведомлений, отображаемый по свайпу сверху вниз. Ура! Сам по себе центр не очень-то и важная фича и используется многими чисто для очистки уведомлений, но все же это лучше чем нелогично открываемый экран блокировки, да и лишние телодвижения выполнять больше не надо. Убрали часы и дату с экрана виджетов, давно пора. Это абсолютно ненужный элемент интерфейса, теперь сразу будет видно больше виджетов. Пункт управления получил следующее нововведение. Обновилась цветовая гамма некоторых кнопок, к примеру фонарик и режим энергосбережения получили другие цвета. При активации авиарежима автоматически не отключаются Wi-Fi и Bluetooth модули. Интерфейс AirDrop привели к общей стилистике пункта управления. Теперь это не старое меню, которое выскакивало снизу. U значит унификация. В 3D Touch меню с камерой, заметками приложения Mvalet появились иконки функции рядом с подписями. Информативность этого только улучшилась. Если нажать плеер, то теперь открывается музыкальное приложение. Раньше эта опция была недоступна. При использовании жестов 3D Touch теперь можно не отпуская пальцы, регулировать яркость дисплея или фонарика, громкость и прочие элементы. Почему-то переименовали опцию начать запись экрана в начать вещание. Не исключено, что Apple расширит функциональность этой опции в будущих бетах, но это не главное. При записи экрана полоска в верхней части стала прилично маленькой. Раньше она была в 2 раза шире, похудение пошло на пользу. При открытии режима многозадачности можно заметить слегка изменившуюся анимацию размытия и сам фон. Но это прям если вообще присмотреться. А вот зависание интерфейса при быстрой выгрузке приложений из режима многозадачности пофиксили. Опция, правда бесполезная, сам руководящий состав Apple говорил о том, что выгружать приложение из режима многозадачности не стоит, это даже больше расходует батарейку. В поиске Spotlight блок с предложениями опустили ниже. В топе теперь информацию, которую пользователь ищет в строке поиска. Если активировать режим не беспокоить во время вождения, то Siri все равно будет работать. В предыдущей бессе эта функция была недоступна. Но ведь Siri то не отвлекает от вождения, так что решение логично. Кстати, в настройках режима не беспокоить в разделе связанном с вождением можно получить полную информацию об этой функции, правда пока на английском. Раз уже зашли в настройки, давайте поподробнее остановимся на изменениях в них. В заметках появилась опция, позволяющая настроить действие выполняемое при создании заметки на экране блокировки, что также удобно. Расширился список экспериментальных функций в разделе дополнения в Safari. Теперь непонятность шляпы, назначение которой никто не знает, стало еще больше. В настройках iCloud появился пункт сообщения. Да-да, это новая функция iOS 11, благодаря которой все истории переписок будут храниться в облачном хранилище. При активации функции уменьшения движения панель режима многозадачности не теряет прозрачность. Правда лагать девайс начинает по черному. В разделе iTunes Store и App Store появилась возможность отключать автовоспроизведение видео в магазине приложений App Store, дабы не лагало на старых устройствах и не жрало трафик. Ну или можно включить ту опцию только при подключенном Wi-Fi соединении, ибо нефиг сотовый трафик палить. Касается пользователей с лимитированным подключением. При активированной функции Smart Inversion обложки альбомов в приложении музыка отображаются корректно, а не в режиме негатива. Да и шрифт в музыкальном приложении сделали более компактным, жирного в нашей жизни стало немножечко, но меньше. В приложении файлы появилась поддержка OSX сервера, Dropbox и прочих сторонних облачных сервисов вроде Mega. Думаю через пару редакций iOS мы сможем запросто отказаться от сторонних менеджеров задач вроде Documents 5. В серии при переходе в меню с примерами голосовых команд раньше иконки отображались некорректно, сейчас все починили. В приложении фото через меню поделиться можно добавлять изображение сразу в альбом. Раньше приходилось открывать альбом, а уже затем добавлять туда приложение из всей колбасы изображений. Помимо того, что теперь приложение здоровья будет хранить все данные в iCloud обновился вид графиков. Вместо не очень понятных полосок теперь отображаются привычные графики. А еще в Safari появилась возможность сохранять контент через контекстное меню поделиться прямо в файлы. В приложении сообщения поселился новый баг. При попытке отправить сообщение с эффектом эхо вы заметите, что иконки потеряли прозрачность. На iPad появилась возможность закрывать приложения в панели многозадачности обычными свайпами. Закрывать таким образом можно по несколько приложений сразу. С более менее значимыми изменениями покончили. Переходим к скорости работы. Синтетика что в Geekbench 4, что в Antutu показывает примерно одинаковое количество очков. Ну ладно, в Antutu немножко меньше. 1000 на 9. Но это всего лишь циферки, куда интереснее посмотреть на реальную производительность в полевых условиях. Но чуда не произошло. Что на новых устройствах, что на iPhone 5s iOS 11 работает медленнее чем последний стабильный релиз iOS 10 и именно поэтому я настоятельно не рекомендую на данный момент обновляться. Мало того что багов кучу отхватите и разорвете мне комментарии, так еще и девайс станет работать задумчивее. Ну а если все таки решить обновиться, видео на канале. На этом все. Если вы заметите какие-нибудь интересные фишки или изменения, которые я не осветил в этом видео, welcome to наши комментарии. Там же вы найдете ссылочку на обои, которые всегда попадают в нашу группу вконтакте. Не забываем ставить лайки и всячески распространять это видео, подписываться и ставить колокольчик, чтобы не пропускать новые ролики. На этом все, с вами был Вадим Ищенко на канале ProTech, до скорых встреч. Пока-пока.